всем привет сегодня у нас 17 декабря пробежался по авторынку зеленый угол снял для вас интересное познавательное видео не забывайте подписываться на канал ставить лайки писать комментарии и поставьте обязательно колокольчик чтобы не пропустить прямой эфир прямой эфир у нас будет воскресенье также в 16 часов по воде востоку inside девятый год 2009 год 4 балла машинка 575 цена красненьком красивом принципе цвете на красивом литье стоит вот что машинки у машинки 4 балла 130 пробег она вся целая есть пару тычек так вся целая эль комплектация идет вот ее покупают все еще этих мод эта модель можно найти на рынке достаточно их много сейчас объясню почему покупает такие вот дверные карты сиденье значит из-за чего покупают данную модель хотя машинка уже до 11 лет там 10 11 да но они бывают десятый год так как здесь в принципе она не уступает и современным а цена меньше да то есть грубо говоря до 600 тысяч мы берем себе 1 и 3d мотор который уже годами пройдены что он отходит там свои 300 400 без вопросов и вариатор который тоже ездит и ничего ему не случается машин достаточно просторная и большой багажник сзади и спереди место но не сказать что там прям очень много места но в ней комфортно просто в самой машине приятно ехать приятно на нее смотреть и цена невысокая поэтому машина пользуется спросом что на это данной модели есть здесь стоит система айма то есть это не полноценный гибрид вспомогательный идет но немножко помогает мотор звонки звонки и непрерывисто записать очень сложно значит здесь идет мультируль есть кожаный руль они еще бывают с туманками здесь их нет еко режим но в россии им пользоваться не надо я не советую но зеркало регулируется складывается тут все понятно есть такой затерт и правда на селектор приключения здесь стоит вариатор стоит климат-контроль здесь он показывает температуру здесь у меня я включаем все это он показывает есть здесь розеточка также 12 вольт и вот такой вот бардачок прикольный но по крайней мере как он открывается мне нравится одну магнитово можно поставить 2 диновую вот вам вся красота так что еще показать ну очень симпатич здесь есть подвокотник и такие симпатичные сиденья вот так отодвину думаю будет видно приятные дверные карты приятная в принципе на первый взгляд панель но машина достойная своих денег по-любому так значит вот сзади место тоже вот дверные карты сиденье сейчас отодвинул ну вот она да здесь есть заужение то есть сюда идет да как вот в аквах и так далее чуть-чуть но если залезть сюда уже места много то есть здесь как бы нормально вот в инсайте еще никто не жаловался что прям сильно мало места она стоит у забора поэтому заднюю часть это красиво снять не смогу ну вот так вот чуть 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 отдалю приближу думаю будет понятно видно все здесь все кричат вот и у нее какую знаете приуса 30 да то есть достойно большой багажник здесь можно все положить закинуть еще их туда опустить и вот вам вообще целая площадка вот ну поэтому мужчина ценится машина комфортная места много расход небольшой в принципе литров семени ну и красивая и денег стоит небольших вот так вот данная модель 570 тысяч за 9 год четыре балла ну и что здесь у нас под капотом здесь идет 13 тоже четырех цилиндровый значит по обслуживанию что здесь действует вариатор здесь не зря написано и чем его заливать то есть по каталогу обязательно посмотрите потому что некоторые каталоги другое масло вам напишут вот но и обслуживание по вариатору можно просто слить залить можно снять поддон поменять два фильтра один идет стоит в поддоне один вот здесь если я камеры покажу вот он стоит один стоит выносной оба меняем главное не сад или как он там компания называется то есть но не надо дешевые фильтры поставьте японские хорошие фильтры потом когда снимете прокладка никогда не умрет то есть она такая вечная там поэтому за нее не заморачивайтесь просто снимаете поддон мойте магниты меняете эти фильтры ставите заливаете масло прям через щуп и все он будет ходить 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 никаких больше ничего делать не надо вот по мотору мотор также слили залили масло поменяли свечи если они в плохом состоянии здесь их 8 штук это надо этот нюанс учесть здесь вот он первый ряд идет то есть четыре цилиндра но свечей идет 8 вот первый ряд вот второй ряд об этом не забываем но можно поставить каким-то тэшки они стоят 500 рублей 1 ну да один раз потратится но зато больше не париться также при обслуживании я рекомендую чистить клапан игр и чистить дроссель вот обязательно когда у honda практически у любой что у старой что новый обязательно когда чистите дроссель его нужно обвести обучить то есть провести обучением через сканер это все делается 3 секунды но и еще нюанс некоторые в сервисах не знают там есть серо такая смазочка на самом дросселе у honda ни в коем случае не стирать ее то есть да нагар убрать но эту смазочку не убирать она такая как как краска будет вот еще я рекомендую ну вот на данной модели фильтр с воздушного фильтра он затягивает сюда у многих модель honda там у фридов у фитов и так далее воздух выходит не сюда а воздух выходит сюда ребят у кого такая машина здесь есть уж каждой honda вот такие четыре технологических отверстия вот эти вот два чтобы у вас если вы замечали вас всегда грязный фильтр прям всегда грязный фильтр чтоб он был всегда чистый просто вот эти именно вот эти две дырки берете и на двухсторонний скотч залепляете и у вас всегда чистый воздушный фильтр это такой лайфхак или как он там называется но следите за ремнем состоянии все принципе катайтесь радуйтесь машинка любит 5 бензин поэтому летий 5 бензин в остальном не проблемная катайтесь и все до завод завод рекомендует каждый 40 тысяч все-таки настраивать клапана потому что здесь в данном данной модели в данном моторе это шли 12 год фиты там 11 и так далее все-таки настраивать клапана потому что они здесь просто так настраивается вот а их настройки а естественно сейчас рассказывать не буду но тут по желанию знаете так что даже если не настраивать их 1300 этот мотор отбегает настраивает больше вот и все главное хороший бензина как-то так из тойота пробокс цена вот данной модели 670 тысяч это в принципе по рынку средняя цена для целой машины данная моделька у нас идет 4 балла 140 пробег и так маленькие царапки вся целая джель комплектации идет вот год 16 мотор идет 1 и 5 есть они и 1 и 3 но вот те которые стоят уже 650 там тире 700 до у них мотор идет 1 и 5 дальше что еще рассказать здесь стоит обычная полторашка я не сейчас расскажу когда под капот заглянем уже новая полторашка новый 1нз неплохой клиренс но это чисто такая рабочая машинка новая зимняя смотрю резина стоит вот они отличаются здесь вот одной кнопка есть две есть четыре кнопки то есть это супер салона данной модели две кнопки такая получается средняя комплектация и синие синие сиденья ну и вот так это все у нас выглядит ух прохладненько как в воде востоке эти все эти дни вчера не стал ребят снимать потому что но невозможно будет дичайший ветер и было очень холодно ничего не понятно я хотел вчера конечно ролик выпустить как обычно в среду но не получилось сегодня четверг обязательно смонтирую и выкачу на первый взгляд на первый взгляд эта панель не очень красивая в принципе салон то хорошенький но не но это все-то обманчиво я поездил на этой модели несколько дней я вам скажу это так удобно то есть до магнитого можно поставить хорошую да но уже нового образца японцы за это не не парятся им вообще без разницы по ходу это все-таки рабочая лошадь вот но во первых здесь очень удобно и вот и можно покушать да и можно чуть поставить положить есть под телефон то есть это прям но очень удобно хотя смотрится стремновато я соглашусь вот эти крутилочки да не новая но машина 600000 в высшего качества ну toyota то здесь только сделано все максимальное качество так как это работяга в общем сюда телефон покушать можно здесь вот есть подстаканник но пить электро переключения вариатора здесь принципе все просто вот здесь еще один подстаканник машинка на ключе зеркла складывается есть антиюз корректор фар все это есть в общем я о чем о том что на панели на это сделано так все удобно что в принципе тянутся никуда не надо и можно поставить сделать убрать ну классно они конечно японцы молодцы вот потолок здесь достаточно высокий она про боксе знаете дома так чуть-чуть увеличу думаю будет видно также есть много места сзади здесь уже идут у нас веселки но не забываем что это рабочая лошадка вот данная модель и уже новые все которые идут с пятнадцатого года они идут на такой вот обычное сидение все спрашивают вот мягкая не мягкая ребят ну вот ну как бы не доска конечно но конечно вингро здесь немножко в плюсе идет у них у него там там но прям сидушка вот здесь сделано вот так но качество сейчас про бокс и суксид ничем не отличается они идентичные модели если разница раньше было именно задней сидушки было другой бампер спереди но сейчас про бокс и суксид один в один они отличаются только названиями естественно здесь большой очень большой багажник этот такой самый большой универсал в данном сегменте да и сиденье заднюю можно откинуть и у вас здесь можно закинуть три холодильника вот клиренс у них достаточно большой проедет она принципе везде ну вот такой вариант средняя цена по рынку 670 там 680 тысяч данная модель 670 и шестнадцатый год 1 и 5 и 4 балла оценка а под капот так ездят грузовички у нас значит здесь стоит уже новый образец 1 и 5 мотора тоже система витя смещения идет обычная полторашка 1 nz 4 цилиндра вот они 1 2 3 4 дальше но это уже новый образец то есть если раньше он шел старый мотор у него был недочет по так как он ел масло да там после 150 тысяч пробега по-любому начал подъедать и здесь стоял механический дроссель данный экземпляр уже новые вот здесь уже электронный дроссель и в принципе все больше здесь вообще ничего нет но они этот изъян убрали то есть эти моторы уже не живут массу по коробке значит в старом до 14 до года там стоял четырехступный автомат здесь уже стоит обычный вариатор бояться его не надо он такой же надежный и смысл в автомата в автомате никакого нет этот этот вариатор спокойно отходит также как этот мотор там свои 400 тысяч и не запариться как-то так по обслуживанию по обслуживанию значит также вариаторе слили залили масло все в моторе также слили залили поменяли свечи ну или посмотрели их состояние вот следите естественно за ремнем так как это не гибридная версия вот кстати вот по премиях это же посмотрели ремень если нормальное состояние ну все в принципе здесь больше делать ничего не надо катайтесь радуйтесь машина очень практичная до комплектация конечно не навороченная но это работяга за эти деньги то есть купил для дома там или для себя на лет десять и просто ездишь и не паришься тойота премия пятнадцатый год он беленьком цвете оценка у нее идет 4 балла она 4 в.д. пробег 120 тысяч абсолютно вся от целая вот миллион сорок цена на зимний смотрю резине есть бесключевой доступ это значит есть кнопочка старт такие у него дверные карты сиденья светленький салон красиво смотрится даже залазить стрёмно мне честно говоря вот так вот залезу аккуратно вот такая у него панель идет очень хорошая кстати комплектация для прямяхи идет кнопка 15 год я напомню и миллион сорок цена кнопочка старт идет зеркала складывается корректор фар кожаный руль полный мультируль есть родные японские туманки микрофончик стоит магнитовый то есть bluetooth есть не надо просто ответили да разговаривайте есть климат-контроль очень приятненько так сделано все здесь у нас получается прикуриватель ну или розеточка да и вот он а он идет еще даже с прикуривателем он я вижу лежит прикуриватель во многих машинах уже этого просто нет вот от слова совсем то есть розетка сама есть до прикуривателя нет селектор здесь стоит обычный вариатор и здесь подстаканники подлокотник вот но смотрится согласитесь приятно то есть вот так вот смотришь ну красотень же до миллион рублей стоит и пятнадцатый год то есть машина свеженькая такой вот вариант тоже значит здесь мотор идет 18 я сейчас под капот залезу покажу такая панель здесь идет естественно все рисует расход там и так далее все у вас так как машинка в седании сейчас покажу багажнике здесь открывается он вот сзади также место достаточно принципе много сюда все залезут потолок высокий вот я сейчас так на спиро взгляд смотрю даже все поставить детское кресло в принципе вполне место достаточно здесь тоже подлокотник под стаканнички есть но так все приятно по светленький салон 1 что не всем до подходит также и багажник светленький багажник ну я бы скажу так что очень большой даже не думал что у них такой он есть ну очень большой багажник я не знаю вот так покажу сюда залезет все это что можно что может и не может залезть также вот запас очка полноценная заводской герметик у них выглядит именно вот так 4 вода 18 так идем под капот такие красивые ручки у них машина с идет на скажу на 15 колесах но можно и летишко сюда вотнуть вот он обычный мотор ну как обычно обычный 1.8 4 цилиндра вольфматик это немного другое смещение по отличие от вити ой о немного шустрей немного интереснее по приеме стей но на нем приятно ехать что по трассе что по городу такой приемистый мотор вот но и в коробке здесь обслуживания также поменяли слили залили здесь у нас также слили залили масло лить только 5 бензин никак в коем случае не 2 да в принципе все но также посмотрели свечи и катаетесь аккумулятор здесь тот стоит все в принципе очень просто ломаться нечем а что здесь еще сказать такого но вот abs к стоит ремниду все просто ничего нового тойота новых в гибридной версии четырнадцатый год 35 балла 150 у него пробега миллион сколько миллион двести восемьдесят тысяч цена на литье черненький цвет так вот я думал будет лучше видно вот здесь значит технически здесь стоит все от prius 30 то есть этот же мотор 18 планетарка и 28 ячейковая никли металлогидридная батарея все полностью от 30 тыс я сейчас капот открою покажу такой вот вариантик в принципе недорогой 14 год оценка 4 балла но пробег 150 тысяч без ключевой доступ есть кнопка старт есть дверь одна слева от рк отличается очень хорошая клавиша сейчас расскажу почему такие вот сиденья у него а вот 163 пробег родной мультируль половинка обычный руль туманок здесь нет значит климат-контроль кора зерия магнитола вот такая вот у него идет панель ну и как и обещал значит кнопка старт это плюс то что у вас есть без ключевой доступ просто подошли не надо ключ в руки брать постоянно двери открыли закрыли трк надо заехать горочку потому что гибриды а ну ведущие одно всегда колесо кому легче то и крутится трк нажали отличили и у вас тащу два передних колеса получается ну уже в горочку большая вероятность заехать дальше идем дальше на рынке в принципе достаточно выбрать можно варианты есть как гибридные версии так и не гибридные версии есть есть 4 в.д. есть просто передний привод не гибрид а данная модель с одной печкой если идет вторая печка здесь у вас будет такой монитор чик я думаю если еще найду новых покажу вот место здесь очень много в машине высокий потолок в принципе я уже не раз показывал рассказывал в данной модели три ряда сидений здесь между рядами можно ну протиснуться я так скажу вот весь подвокотнички ну и третий ряд вон он там большой багажник третий ряд можно или вот так убрать или поставить если убираем большой багажник если ставим но вот он третий ряд как-то так сейчас под капота заглянем под капот значит у нас под капотом вот он 18 обычный четырехцилиндровый инвертор ну и планетарная коробка передач есть два круга антифриза один круг идет у нас охлаждение мотора до второй круг идет на инвертор обязательно при покупке особенно зимой поедете в минуса обычно у них там минус 20 минус 25 замерзания поэтому обязательно меняйте хотя бы померьте замерзание там допустим минус 20 а вы едете куда-нибудь там в екатеринбурге минус 30 конечно это все замерзнет лучше при покупке все поменять и проверить вот по обслуживанию эти моторы все просто то есть планетарки слили и залили там несколько литров масла все очень просто просто слить и залить больше ничего не нужно сканер ничего не надо также по мотору обслуживание значит мы меняем свечи льем 5 бензин масло 0 до будет 20 вот и при покупке я рекомендую все-таки проверить форсунки почистить это все стоит копейки и также почистить клапаны гер почистить дроссель клапаны герасис на месте с холодильником все снять снять впускной обязательно прокладку поменять это немаловажный момент вот ну и все в принципе это все вместе стоит 67 тысяч зависимости от сервиса провести полное обслуживание и кататься как-то так и еще такой момент по гибридом в принципе это относится ко всем гибридом от тойоты вот на пробеге 160 тысяч чем плюс брать ну может быть минус а может быть плюс на в японии то есть эти батареи ходят примерно 150 тысяч плюс минус естественно зависит от обслуживания километров вот в японии их меняет просто берут и делают то есть если они дальше катаются примерно пробеге там 100 120 130 140 они видят что батарея умирает да они их меняют то есть можно купить допустим с пробегом такой 90 и с родной батареи где родная батарея уже 90 тысяч отходила да а можно купить допустим с пробегом 150 где на 140 поменяли на новую и это будет лучше чем купить допустим с 90 где батарея родная отходила 90 то есть но вот как-то так поэтому методом тыка ищем когда клиенту смотрим ищем даже там пробеге 120 30 там где батареями на был помедленно ну чтоб так сказать на верочку идеально при с 30 кузове 15 года оценка 4 балла цена 940 тысяч рублей здесь все одно и то же батареи мотор и так далее как я и сказал так же как и в новых и тот же гибрид все одно и то же под капотом все один в один вот данная модель к 4 балла 140 пробег у данной модели батарея хотя все одно и то же но батарея служит немного подольше во первых вес другой трех прошивка другая и в данной модель 200 250 тысяч километров на родной батареи может спокойно отбегать тоже есть бесключевой доступ у них у всех он есть черные сиденья при с 30 идет до значит до шестнадцатого года то есть 15 год у них и все в шестнадцатого года пошел уже 50 кузов но у него средняя цена уже миллион двести а эти можно купить за 900 девятьсот пятьдесят тысяч рублей они также есть естественно с кожаными рулями там с туманками круиз ну круиз можно на эски поставить по 3000 стоят вот такая у него идет панель вот естественно и у них у всех идет климат-контроль кнопка старт но магнитову которую поставите в данном случае 64 хорошая тойотовская магнитова есть мультируль и ну да в принципе и все здесь вот подстаканник подвокотник еще один подстаканник есть серенькие сиденья есть вот черные сиденья черные сиденья очень практичные то есть у вас весь салон черный получается панель дверная карта черное сиденье то есть у кого дети есть очень практично потолок у них конечно идет светленький место что спереди что сзади достаточно много вот достаточно высокий потолок просто здесь всем хватит также есть большой багажник я не знаю честно говоря почему они делают черный салон и белый багажник вот эта загадка но багажник здесь большой вполне можно закинуть все естественно можно сиденье еще уронить и сюда практически универсал получится вот как то так есть модель сиенты идут которые идут с 15 там 16 17 года вот и зелененькая есть синенькая красивая очень многим они нравятся они 7 местные есть гибрид есть не гибрид если моделька не гибридная здесь просто стоит 15 и вариатор если стоит если гибрид то идет также 15 только уже также планетарка как у аквы допустим и инвертор но батарея у них своя то есть батарея у них не подходит нет аквы не от филдера там они идентичны здесь стоит батарея своя у сиенты чуть-чуть она другая вот так вот отдалю дома будет виднее потому что здесь стоит машина вот до машинка немножко низкая по передней части в принципе если перед проехал значит проедет все но она достаточно красивая мордочка очень высокий у нее идет потолок есть модельки с туманками машинка вот данный экземпляр на литье есть бесключевой доступ данных модели не гибрид обычная полторашка и стоит вариатор вот такая вот у нее идет панель вот но я сейчас расскажу значит здесь идет кожаные тоже разные конечно комплектации есть там g есть с или насколько я помню вот туда сейчас по кстати посмотрю вот он аукционик мне сказали что и нам нет мне покоя записать для вас видосик так ну что мы здесь видим 4 балла 4 балла 81 тысяча пробег она идет 4wd комплектация g 4wd чуть чуть выше кстати чем передний привод и гибрид здесь есть вот w подкрасы есть царапки чуть-чуть тычки всякие в круг но 4 балла и 80 пробега я еще раз повторюсь ребят если не брать вот это там аукционик вообще до говорить что замена это не значит что р к вас обманывают постоянно мне постоянно каждый день звонят и пишут вот мне сказали что там поменяли крышку багажника из-за этого поставили р нет если ей из-за крышки багажника поставили р значит жопу ударили будем по-русски говорить поменяли крышку багажника поменяли вот этот усилитель который к тазику идет замазали там все герметиком и поставили буковку r вот в чем прикол вот а если здесь допустим идет замена и там 354 45 да ничего страшного значит просто крышку поменяли здесь ничего ничего нет бывает второй вариант допустим за чуть-чуть приткнут поменяет крышку и заднюю часть там немножко на допустим подмята и чуть-чуть подтянут все она уже будет р к то есть р к означает повреждение внутренней части кузова они под красы и замены понимать если здесь замена крыла это не р к а вот если там в замята внутри за крылом вот тогда это уже р к я думаю я объясню доходчиво вот значит дальше кожаный руль мультируль кнопка идет старт автосвет ближние дальние камеры на сближение на столкновение движение по полосам корректор фар 2 идет электро двери стоит вариатор климат-контроль полноценный тоже и магнитола ну так приятненько здесь идет подлокотник у пассажира его нет отняли и так посидим вот здесь кстати идет подстаканник такой и где-то у них а где у них а вот и у них вот здесь вот идет розеточка на 12 вот такая панель все электроника сейчас все новенькая сиента очень много кто любит то есть у нее вот достаточно высокий потолок очень много в ней места и даже с высоким ростом или с большим весом людям комфортно электро двери можно выключить и открывать их потом а так механически можно включить то есть это практически на любой японской машине если есть электро двери их можно выключить или включить то есть или так открывать или там если надо с кнопочки очень удобно японцы молодцы здесь тоже очень много места сейчас отдалю вот достаточно я его пока снимаю радуюсь своему новому новой камере конечно очень удобно это все таки очень много места есть также подлокотники есть высок членный потолок в данной модели осмотрю есть еще и монитор елки-палки смотрите как круто то есть ребенку будет что посмотреть и как говорится чем себя занять японский дорогой так идем дальше что у нее с багажник посмотрим стоят естественно если стоит электро дверь значит стоит доводчик то чуть-чуть предкрыли она сама его закрыла посмотрим сзади на машину уже все нового так выглядит да не как раньше машины вот кстати стоит новый fit я его уже 500 раз снимал я не знаю почему не продается хотя он целый он правда ребят целого него вроде два подкраса но по дверям по правым но он целый я не знаю почему и цена что-то миллион я его снимал много раз и в прямом эфире мы обходили его в общем не буду зацикливаться вот стоит сиента ребят а вот фрид тут кому что нравится обе машины если не гибридная версия хотя я сам на гибриде езжу и люблю да но данный гибрид идет если гибридная версия здесь идет но обычная полторашка планетарка и никель металлогидридная батарея но своя батарея здесь идет на роботе то есть машинка идут на роботе робот стоит а что это говно поэтому берем и не надо спорить со мной если берем вот фрид мое личное мнение это берите не гибридную версию обычная планету полторашка вариатор машина просто огонь honda огонь вот дальше говорим пациент он тут вот кому что нравится идем дальше у сиенты багажник в принципе большой если убрать третий ряд сидений то есть вот третий ряд сидений убираем сюда вот извиняюсь сюда убираются в этих в автобусах вот видите как третий ряд раз заезжает под второй ряд но естественно это также если говорить про третий ряд то место здесь не особо много дети здесь спокойно сядут можно поставить допустим детское кресло сюда поставить можно там не ребенка посадить но взрослому человеку конечно здесь будет некомфортно но есть еще один нюанс усиент вообще как бы если сесть семь мужиков сядет то машина просто поползет поэтому но машинка конечно семейная но рассчитана на все два допустим взрослых человека и на кучу детей вот с пакетом памперсов как-то так не надо рассчитывать что это такой минивэн я щас буду там 150 корейцев возить нет это не так вот здесь у нас небольшое такое отверстие как рассказать бардачок чуть как вот назвать его не отверстие уж точно на ладно надо заканчивать я думаю все это дело подустал ну вот в общем думаю понятно здесь что пациенте машинка хорошая много кто нравится такая новая красивая неприхотливая если брать не гибридной версии можно прямо на долго долго брать ходовка она мягенькая кстати в отличие от honda я конечно люблю honda еще раз повторюсь но ходовка на них жестче то есть на любой honda ходовая часть намного жестче чем у тойоты но а ходят они одинаково поэтому ну не сказать что там плюс да она жестче на долго ходит а вот фиг там что здесь можно интересно открыть багажник пока никто не видит откроем багажник здесь колеса вот будет чем сравнить вот у фридо нового вот так вот это все выглядит он просто рядом стоял под руку попался я думаю его снять вот так же третий ряд только у фрид конечно больше он сразу чувствуется больше то есть он и выше по потолку новый фрид он у него больше места спереди это однозначно у него больше спереди сзади места а давайте да я вот немножко быстро бегу покажу раз начал ну и даст я думаю что все таки больше места у третьего ряда хотя у третьего ряда спорный конечно вопрос но по крайней мере он тоже убирается потолок еще выше ну значит средняя цена у машины 7 сент и допустим не гибридной или гибридной версии где-то миллион рублей то сейчас по рынку 1 миллион рублей стоит данная модель это средняя ее цена 15-16 год если говорить про новый фрид он идет шестнадцатого года у него цена где-то миллион пятьдесят миллион сто средняя будет и ну он слегка так сказать подороже но он и повыше и побольше вот тут кому что нравится тоже бесключевой доступ есть такие у него тут дверные карты сидение смотрите как приятно смотрится есть подлокотнички есть уже мультируль полный мультируль я сейчас не говорю про данную давайте модель а именно вообще про новый honda freed мне честно говоря очень удивили японцы именно не гибридную версию поставить на нормальном вариаторе оставить обычную полторашку вообще машина просто стала очень практичный но с технической до стороны о и очень красивый то есть вот я сижу это я не полностью отодвинут то есть 70 килограмм если что да там метр 70 копейки да я небольшой но мне здесь очень много места до потолка мне еще но надо на сантиметров 20 вырасти чтобы метр девяносто пять хотя бы быть ну чтоб дальше значит ну комплектации конечно у honda тоже хорошие есть есть и пустые если такие жирные в данном моменте хотя нет кожаного руля но полный мультируль есть уже адаптивный круиз-контроль движение идет по полосе то есть как автопилот вы его нажимаете руль отпустили и он едет по той полосе по которой вы ну до этого ехали пока не нажали кнопку очень конечно здесь круто здесь меню ли ставится магнитола меню вроде вот меню ли ставится а вот магнитола вот климат-контроль такой красивенький стоит и принципе чувай стоп есть на я к режим магнитола но и красивая я считаю осень и туда панель клёво клёво но еще не договорил также есть две электро двери есть корректор фар анти use и камеры на стб а то есть это у хона идут на предстолкновение да или активность тема городского тормоза если смотреть по блоку вот они стоят и движение по полосам ну естественно это все работать в паре с автопилотом так сказать адаптивным круиз-контролем если быть точно тут кому как удобней потому что разным людям по-разному скажи и не по-разному примут что поэтому говорю и так и сяк значит больше вот ну очень много места здесь высокий чинный просто потолок и но для данной конечно модели не сравнивайте там с каким-то альфардом или автобусом но круть красиво приятно все смотрится много места и куда ни глянь все сделано стильно хорошо молодцы я считаю что honda они молодцы honda но также и toyota в принципе она не уступает вот она стоит красивенькая да вот они 2 до стоят что это что эта модель по-своему красивая и тоже есть конечно и у нее самая жирная из комплектации там навороченные также есть и камеры естественно нее и у этой камеры и в данной модели тоже есть но такие вот модельки